Это не настоящее телевидение Стас Варшавский, аттестовый Михаил Погодин На черный поезд О, Миша, пока ты лежишь, тут такой вопрос Пришел к нам от подписчика Как противодействовать проходу оверанда Мол, мощный проход, зараза, эффективный, рабочий А как от него защититься, сложно сказать Хорошо, ну можно принципиальный просто подход рассмотреть Так же вперед оверанда Мы понимаем, что, во-первых, нельзя допускать Какую-то терминальную стадию этого движения Потому что, когда человек вскочил, загрузил И уже начал тебя проходить Скорее всего, ты не остановишь техническое действие Но вот в таком положении мы уже понимаем, что это оверанда Возникло это положение Самое плохое, то что моя нога оказалась там В не очень хорошем положении А эта нога не работает вообще в принципе Что мы должны делать? Человек, когда проходит оверандером Стас, покажи, вот этот проход Смотрите, что он делает Он меня загружает этим плечом, чтобы полностью выключить Его голова повернута в ту сторону У нас огромное количество действий начинается с головы То есть, на самом деле, если эту голову переложить на другую сторону Вот сюда То оверандер уже невозможен в принципе Человек не может идти к своей же башке Мое нужно высыпать Поэтому первое, что я буду делать при попытке оверандера Это убирать голову сюда и приставать на локте Но это минимум Проблема в чем Если буду останавливать ногу там Человек будет эту голову вырывать И возвращаться обратно в это положение Уже мне будет становиться все хуже Поэтому, чтобы сделать полноценное действие Я переведу голову сюда Выскользую И упрой эту ногу сюда Дальше Вы можете вернуться в гард Вы можете пойти на уму плату И так далее То есть, наша первая цель Генеральная цель Это увести голову Товарь этого противника На землю Ну, на землю со стороны его руки Которая держит вашу ногу Бум Привстать на локте Вторая задача Это вывести эту ногу Из-под него Ну, уже пойти на ту технику Которая вам больше нравится Когда эта нога высубедилась Вы найдете Какое-то решение Ключевой момент Убираем голову Потому что Если этого не сделать И допустить хорошую загрузку У вас Противником То он пройдет У вас уже 100% Неизбежно Вариантов много Но это самый простой Ничего особо делать не надо Убрал башку Разорвал дистанцию Перешел к атаке А может быть такое Что этот вариант не сработает И нужно переходить к плану B Не, ну, разумеется Да Была панацея Да То есть целей панацеи В этой ситуации нет У вас Заметьте, очень часто Защита от пэса Это итеративный процесс Все больше 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 Разрываете Дистанцию Для человека В любом Гардпэсе Ему требуется Определенная плотность И дистанция Если вы ее нарушите Сделать уже этот проход Человек не сможет Он вероятнее Сможет переключиться На что-то еще Но не убрать голову Я не совсем понимаю Как это возможно Что это не получится Голова была здесь Поверните В конце концов Тут же ситуация Такова Что человек вообще Просто должен головой Он просто смотрит На лицо Хорошо Поверните вы эту голову Сюда хотя бы Ну проходи Стас Я не знаю Как тут проходить С головой Повернутой в эту сторону Ее нужно опять Повернуть туда А я ее поверну Обратно И будем С этим возиться Очень долго Пока я эту ногу Не вытащу То есть не надо Какие-то искать Сложные примеры Для того Чтобы избежать Гардпасса Начните с простого Работайте головой Главой соперника Вам это поможет Нет Это реально поможет Потому что Масса технических действий Если голова смотрит Не в ту сторону Повернут Не в ту сторону Если голова Например прижата к земле И человек не имеет Возможности Начать движение Сколько движений Мы начинаем с головы Оп Это голова Если Стас мне сейчас Положит просто ладошку На голову Стас вот с этой стороны Зайди Смотрите Все очень просто Вот я сажусь Очень просто Вот чувак мне просто Положил ладошку На башку Мне уже стало В несколько раз Тяжелее Если он совсем слегка Подгрузит Я вообще не могу Встать Потому что Ну как бы А сколько он А если ты мне еще Леща Так Схерачишь Что вообще Наверну Вот я не поднимусь То есть Поэтому работа С головой оппонента В процессе Его прохода Вашего гарда Очень важна Многие это забывают В разных самых положениях Я замечаю Берут треугольник Неплохо Работают только с рукой Человек выпрямляется Ядри он уже вожж Доберитесь до головы Туда его Прижмите ее к себе А человек уже не сможет Так легко вырываться Проходит он гард Попробуйте голову На другую сторону Переложить Даже чисто играть Не зная положения Порой Вы можете Человеку Очень здорово Замучить Этими вещами Я даже в том же Переславать себе Что-нибудь Одно из двух Даже в хавгарде В этом там Несчастный Охотясь в ряде положений Я просто начинаю Домкратить Человеку голову Секунду я Несчастный хавгард Начинаю домкратить Человеку голову Несчастный хавгард Это моя третья схватка Ему уже неудобно Вот пример Вот голова Человек Вот Разложил здесь Понятно, что если я ему дам Собраться Сжать меня Он плечом Прижмется Мне это все не понравится Я беру И поднимаю голову Человека Выше И мне уже существенно Комфортнее Потому что у меня Вот здесь Возникло пространство Ему нужно убрать Спихнуть эту руку И опять пойдет Поедет Начинать надо С головы Потому что Всю плотность Мы организовываем головой Взяли захват Взяли кроссвейс Бум Прижали башку Если башку прижать Не удается Она смотрит Куда-то наверх Человек не может Завершить это действие Поэтому В оврандере Работайте с головой Попробуйте Поможет Не поможет Звоните еще 322-23-322-322-322 Сразу видно Кларка Грэйс Смотрел На Кларка Грэйс Какой он классный Ну хотя бы на его жену А ведь ты у него жена есть? Ты че Знаешь какая красотка Вообще чума Таитянка Ну давайте Стас У тебя есть версия? Да А кто наберет больше Лайков Миша или Стас Тот получит Фирменную Топ-футболку Брюкс Товик Коварен Раз Наберет овер А что он делает Он хитрит Да На самом деле Многие забывают Что до того Голова сюда придет Человек должен Ну собственно Он ее должен Положить сюда Значит он должен Меня раскатать на спину Вот этот момент Он очень важен Надо бороться не здесь Здесь уже Ну Миша прав Так что здесь уже В принципе Вот здесь еще можно побороться Когда я пытаюсь Работать Какую-то некую Похожую позицию Да Когда я могу Упираться в дальнюю руку В плечо В дальнее В голову В том числе Но я люблю Делать немножко Другую штуку Мне вот этот вариант С головой Не очень нравится Потому что он Иногда Оставляет У людей Опцию Идти вот В эту сторону Да У Миши Просто голова Скользкая Да Поэтому Особенно Когда человек Берет Клотный Захват Вот там Мне нравится Такую штуку Делать Я беру Этой рукой Либо Здесь За рука Либо За локоть За трицеп За локоть Мне больше нравится За локоть Потому что Его легче Быстрее взять То есть Я вот руку Накинул Все Я взял Захват Здесь Иногда Пока ты здесь Берешь Человек Тебя уже Прошел Я стараюсь Наоборот Навалиться На свой Правый Бок Правой Рукой Если есть Возможность Я стараюсь Дотянуться До его Колена Вот здесь Это идеально Если есть Этот захват Тогда У меня Теоретически Работает Свип Который Очень похож На Свип Класса То есть Я Левой Нобой В ту сторону Открываю Получается От себя Толкаю Левой Рукой При этом Тяну На себя Чтобы Создать Давление Правая Рука Выталкивает В ту сторону Правое Колено Видите Я стараюсь Не дать Мише Выправить Ногу Это Его Задача Будет Моя Задача Наоборот Коленку Держать Здесь Во-первых Ему Так Сложнее Проходить То Что Что Упирается Колено Именно Упирается В таз Во-вторых Есть Вот этот Догбар Так Называемый Рычаг Колена На Прямую Ногу Когда Человек Проходит Собственно В это Положение Поэтому Соответственно Если Я ногу Держу Согнутой У меня Больше Шансов Защититься Когда Я Уже Взял Вот этот Захват Что Я Пытаюсь Делать Как Я Уже Сказал Левый Рук Вытян На себя Левой Коленкой Толкаю От себя Правая Коленка Туда Толкает Правая Рука Туда Толкает Движение Выглядит Вот так Оп Иногда Сюда Дип Хавгард Иногда Дубай В темп Я Успеваю Вытащить Стопу И попасть Ну Типа Как Колен На Животе Но На самом Деле В реальности Это Скорее Выход Как Слип В Дип Хавгард Сверху Еще раз Вот я Здесь Я стараюсь Коленки Тянуть К себе По крайней Нижней Забираю Штанину Локоть Колено Туда Толкает Правая Колено Толкает Толкает Туда Рука Поднимает Толено Оказываюсь Вот в такой Позиции И здесь В принципе Иногда Можно Сразу Продолжить Сюда Что Я обычно Делаю Чтобы Меня Еще Потом Дальше Не Наберили И Помогу Еще Сразу Дальше Бывает Эта же Техника Другая Ситуация Бывает Когда Я Никак Не могу Дотянуться До Ноги Вот Например У меня Часто Это Случается Либо Когда Миша Стал На Ноги Либо Когда Человек Значительно Менее Меня Тогда Что Я делаю Я Здесь Вся Моя Левая Страна Работает Так же Левая Коленка Толкает Туда Левая Рука Тянет Локоть На Себя Но При Этом Я Правой Рукой Счищаю Локтевой Сгиб Бицепс Своего Колена Движение Так Раз Я Освободил Колено Соответственно Это Больше Не Хаб Гард Я Если Что Я Могу К себе Протянуть Он Сам Не Будет Раз Здесь Находиться То Ему Придется Некий Дезенгейдж Делать Здесь У меня Некая Форма Триугольник Потому То Что Когда Я Отсюда Освобождаю Боктевой Сгиб Скидываю Освобождаю Своё Колено То Бывало Что Человек Когда Хочет Тереться Назад У меня Нога Залетала Вовнутрь Тогда Получается Триугольник Хитро И Еще Один Могу Сказать Это Будет Не Свип То С точки Зрения Абитшеф Это Не Свип Это Реберсал Но При Этом Я Ухожу Из Плохого Положения Это Кстати Работает Даже Когда Вас Уже Раскатают То Бывает Такая Позиция Когда Вот Я В Верандере Человек У меня Сюда Раскатал Я чувствую Что Сейчас Умру Я Хватаю За Пояс Хватаю За Рукав У него Эта Рука И так Выпрямляет Мою Ногу Я Просто Фиксирую Руку Я Даю Ему Пройти Когда Человек Начинает Забегать Я Делаю Вот Такой Реверс И Выхожу Сюда Наверх Он Бежит В ту Сторон Где У него Отключена Рука Я Помогаю Ему И перекручиваю Через Себя Похоже На Кимура Трэп Когда Вас Здесь Раскатали Вы Здесь Еле Еле Держитесь Пояс В идеале Пояс Самый Лучший Захват Здесь И В Его Рукав Вы Движение Может Самому Отдать Он Идет На Меня Я Прокручиваюсь Через Себя Перекидываю Руки У него Нет Она Отключена За Пояс Я Вытягиваю То есть Это Может Быть Вот На Твое Движение Оно Может Быть Вот Так Иногда Я видел Люди Аж Вот Так Перекидывают Но Через Верх Естественно Тяжелее А Через Бок Закатить Человеком На Его Голова Вот Здесь Помогает Во Всях Случа Аккуратно По крайней мере Выиграть Время И Просто Упираться Обнимает Бесполезно Уперся И Вот Просто Его Держать Так Он Проскочит Все Равно Ноги Пройдут Твои Ноги А Если Голову Убирать Ним Я считаю Это Универсальный Вариант Который Позволит Хотя Выигрывать Какие-то Эпизоды Временные Чтобы Выбрать Вытаскивать Вот Эту Ногу Это Сам Главное Супер Спасибо Миш Спасибо Стас И тебе Спасибо Тебе Уже Деньги Начали Присылать Со счета Бюджета Стас Почему Ты Молчишь Суровый Стас Фига У Лехи 5000 Рублей Субъективом Короче Это Ненастоящее Телевидение Поэтому Я снимаю На термокружку Вот Как-то так Муж Дом Целует Поэтому Держи Фрикс 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 Продолжение следует...